Выйду, будем вместе работать со своими земляками. Чтобы выйти, нужно сесть. По нашей информации, Баир Жамбалов еще не отправился в колонию-поселение для отбывания наказания. Верховный суд оставил в силе приговор первой инстанции о вине бывшего политика. Однако сегодня ранним утром телеграм-канал «Степной дозор» опубликовал интересное сообщение. По их версии, якобы надежный источник из близкого окружения Жамбалова утверждает, что вроде как сам Баир Владимирович недавно озвучил. За рулем автомобиля, сбившего Галину Бурчевскую, находился сын политика Александр Жамбалов. Но вот что говорил сам Александр во время заседаний по обвинению его отца. Я сел за машиной Туарег вместе с моим отцом Жамбалом Баир Владимировичем. А Пилосян Галуз Мадлерович сел за автомобиль на грузер Брата. Я ехал первый на Туарег за рулем с отцом. А Брата отставал сзади. С водительского вышел Пилосян. Он пояснил, что он, кажется, кого-то сбил. Проследовал туда. И смотрит, что случилось. Видел, что лежит человек сбитый на обочине. И его накрывают курткой. Я уже понял, что действительно произошло. Что он действительно сбил человека на этой машине. Кто он? Пилосян. Эту версию поддерживали и Баир Жамбалов, и Галуст Пилосян. Сел рядом с сыном. Поехали Пилосян на мою машину. Пилосян вышел. Я смотрел машину. Капот сильно помят. Я говорю, что случилось-то сразу? Он говорит, я сбил человека. Мы сына с целенажем отправили. Я говорю, езжай на место ДТП. Пилосян объяснял, что сбил человека. Мою машину-то Саша сел за рулем. Баир Владимирович вместе с ними поехал. Там машина-то застряла, эта парада возле озера. Мы толкали, я сел за рулем. Мы вот так сели поехали. Уже темно. Переди меня в машине не было резкого удара. И я сразу остановился. Позиция всех троих участников того вечера ясна. Откуда тогда странное сообщение в телеграм-каналах? В прислужбе прокуратуры нам пояснили, заявлений от Баира Жамбалова или его сына не поступало. Одному из республиканских СМИ адвокат обвиняемого уже опроверг информацию о возможной причастности Александра Жамбалова к смертельному ДТП. Вот как на эту новость отреагировал отец погибший. Время покажется. Не всему написано, ему можно верить, пока отложу. Даже не думал об этом. Так правда ли, что за рулем был не Баир Жамбалов? Если это так, то в ближайшее время обвиняемый обратится в прокуратуру. В случае серьезных оснований для пересмотра дело ждет рутинная и долгая процедура проверок. Только после этого итоговое решение все равно будет принимать прокуратура. Однако тот факт, что обвинительный приговор Баиру Жамбалову устоял в суде апелляционной инстанции, говорит о весомости имеющихся доказательств. А значит, скорее всего, в пересмотре дела будет отказано на самой ранней стадии. Сергей Смоленинов, телекомпания «Аригус».